коронавирусный штамм омикрон разговаривался по территории не только европы но и беларуси всю неделю сообщали люди и вообще телеграм-канал об этом писали об огромных очередях при попытке попасть на прием к врачу при попытке получить больничный и все прочее очереди были прям на улицах давайте посмотрим небольшое видео то вот этих самых очередей в белорусских больницах очередь за результатами пока вид гомельская санэпидемстанция все круто организовано поговорим сейчас более подробно об этой теме с представителем фонда медицинской солидарности анастасия пилипчик анастасия здравствуйте здравствуйте давайте наверное с вами начнем с общей ситуации даже вот не то чтобы с общей ситуации а вот я бы хотел спросить насколько вот мы видим официальные цифры до которые пробивают рекорды каждый день беларуси там по моему последнее было 8 или 9 тысяч в сутки насколько вот эти вот официальные цифры соответствуют реальности или заболевших на самом деле гораздо больше ну вы уже наверное сами понимаете что статистика которая дается минздравом официально ей верить не приходится и журналистские расследования которые проводились там прошлые волны коронавирусной инфекции они показывают что примерно на 10 можно умножать цифры которые дает минздрав но вы опять же могли быть свидетелем цифр последней недели когда они просто плясали каким-то непонятным и наверное мало связанным образом поэтому мы не уверены что в принципе минздрав обладает достаточной информации и владеет ситуацией в целом тем более был приказ об отмене ну точнее разрешение выставлять диагноз коронавирусной инфекции без тестирования вот такие вещи они тоже естественно могут влиять на восприятие картинки в целом и как правильно вы показали на видео это гораздо лучше один раз увидеть чем сто раз услышать на самом деле с 31 января примерно случился какой-то просто обвал поликлинического звена именно поликлинического в этом особенность этой волны потому что штамм омикрон который пришел в беларусь но который в принципе в европе и мире сейчас гуляет он характеризуется наверное статистически эпидемиологически более легким течением и в принципе основная причина по которой люди стоят в очередях поликлинику это получение больничного в этом есть одна большая проблема белорусского здравоохранения у нас больничные листы до сих пор выписываются врачом собственно ручно письменно в виде конкретного документа ну кстати вот я я почему об этом и спросил я здесь смотрите вижу такое некое противоречие не знаю согласитесь вы со мной или нет вот я о чем я читаю новости из беларуси да то же самое зеркало телеграм-канал различные в связи вот с этими очередями и ситуации со штаммом омикрон я вижу некую панику со стороны людей некоторые а со стороны сми и телеграм-каналов которые пишут эти заголовки некоторое нагнетание ситуации однако а вот в европе несколько другой подход мне кажется в связи со штаммом омикрон наоборот многие страны стали смягчать ограничения дань а вообще полностью отказалась в литве вот отменили со вчерашнего дня вот эти вот qr-коды до паспорта возможностей вот я часто в связи с литовской повесткой еще обсуждаю тему связанную с коронавирусом с литовскими специалистами вот например директор центра инфекционных заболеваний спида литвы саулис чеплинскас один раз очень сильно меня поправил как бы наехав так аккуратненько на журналистов что они действительно в связи с заголовками нагнетают поскольку неправильно он говорит а вот употреблять слова там количество заболевших в течение суток нужно говорить количество положительных тестов поскольку большая часть этих людей болеет бессимптомно согласитесь такой оценкой есть такое и в принципе знаете тут я знаю что кто-то воспринимает так как нагнетание ситуации но если мы не будем об этом говорить и показывать то в принципе мы эта тема может уйти куда-то на дно и в принципе быть вне повестки а на самом деле ситуация достаточно серьезно потому что вы видите такие очереди когда человек фотографирует свой талончик а у него там написано номер 600 в очереди и естественно надо показывать такие проблемы это просто один из способов показать людям и в общем-то объяснить ситуацию которая происходит ведь омикрон он есть везде но просто те страны которые как вы говорите они смягчают возможно какой-то свой подход и так далее мы же не знаем деталей просто за два года пока коронавирус ходит по планете наверняка были выработаны механизмы как с этим действовать и как с этим бороться вот находясь в польше я могу рассказать что здесь очередей в поликлинике пшеходни как они тут называются нет и это связано с тем что налажена очень хорошая система информирования санэпидслужб то есть человеку не надо своими ножками ходить за тестом ему не надо потом с этим тестом идти к доктору поликлинику ему не надо получать бумажный больничный лист люди болеют но просто это налажено настолько четко что она не проявляется в каком-то дискомфорте для людей а в беларуси мы его видим и это дискомфорт не только для пациента но и для доктора потому что вы уже можете себе тоже представить идет очередная волна коронавируса медики просто работают второй год в каком-то неимоверном режиме стресса и не успевают даже передохнуть и отдохнуть естественно это все выливается в какие-то усталость в выгорание когда люди хотят вообще уйти из профессии они хотят выехать уехать из беларуси и так далее то есть об этом надо говорить естественно не нагнетая ситуацию но разбираться почему это происходит а все как обычно упирается в саму систему здравоохранения а система здравоохранения у нас соответствует тому какое нынче в общем-то правительство и стиль управления анастасия а вот действительно вот вы сказали про такое эмоциональное да или профессиональное выгорание в медицинском сообществе а ощущается ли такая некая линия разлома там или враждебности вот связи с этой ситуации между пациентами и врачами ну поскольку так или иначе как ни крути когда ты стоишь там несколько часов до 600 в очереди на улице ты начинаешь на кому-то свою злость вымещать ну зная систему изнутри могу вам сказать что тут гадалки не ходи естественно это проявляется в повышенном количестве конфликтов это могут быть конфликты и медик-медик когда просто в коллективах медики настолько устали и болеют коллеги они же тоже уходят на больничные их работу надо брать на себя естественно повышается уровень напряжения и усталости и напряжение в отношениях пациент и доктор потому что человек стоит с температурой возможно он стоит несколько часов и как оказывается ему всего лишь нужен штамп от доктора о том что он может быть на больничном но естественно это не нормально и естественно это выливается в конфликты еще один вид конфликтов которые могу предположить и предсказать это конфликты с со скорой помощью потому что когда человек не успел например получить свой больничный или попасть к доктор в поликлинику заканчивается рабочий день естественно чтобы как-то выйти из ситуации многие прибегают к тому что они звонят на скорую есть ну конечно так делать нельзя просто посоветоваться или не знаю вызвать скорую для того чтобы тебе подтвердили что ты болеешь это тоже не выход из ситуации и в принципе в таких условиях большую роль бы играли играла развитие телемедицинских услуг и тут я естественно могу упомянуть платформу ездоровья которая существует и там можно получить первичную какую-то консультацию и совет доктора вот как раз на случай той ситуации когда мне просто спросить и таким образом можно было бы разгрузить поликлиническое звено и опять же в польше очень развита такая система телепарады когда человек звонит и ему по телефону доктор объясняет что делать что пить когда прийти он ему в электронном виде выставляет направление на тестирование то есть ему не надо опять же прийти в эту поликлинику получить бумажное направление для того чтобы сделать тест на коронавирус это все нагнетает естественно а врач в свою очередь когда он становится просто машиной для выписки больничных конечно у него наступает такое разочарование и выгорание от того что он получается не доктора просто писарчук который выписывает больничная потому что при лечении коронавирусной инфекции вот в данном случае штамма омикрон подход в принципе такой же как при любых других урви если у тебя температура там выше 38 с половиной градусов ты ее снижаешь либо при плохом самочувствии пьешь большое количество теплых жидкостей и в общем-то время и время тоже лечит вот и весь подход то есть никакой специальной таблетки тебе доктор не посоветует и не даст и в общем не было разработано к сожалению за все это время существования коронавируса такой системы которая позволяла бы минимизировать вообще выход человека из своего дома анастасия вот один такой блиц вопрос от зрителя он буквально там надо нет ну на одно предложение да спрашивают у вас а что со статистикой в польше по количеству заболевших умирающих от коронавируса статистика я специально сегодня посмотрела по европейским странам тенденции графики и она в принципе совпадает как и по всей европе достаточно высокий рост потому что омикрон отличается высокой контагиозности то есть один человек может заразить 10-15 но в то же время пока считается что он омикроны протекает легче то есть его симптомы примерно за семь дней или меньше проходят то есть там дня три температура может быть а может быть вообще бессимптомное течение но и соответственно просто статистически чем больше людей болеет тем больше людей госпитализируется но одной из особенностей нынешнего штамма можно называть то что пока и даже по беларуси это видно количество госпитализации растет в связи с коронавирусом тяжелым течением но оно не такое большое как было раньше например при штамме дельта когда основной удар на себя брали именно стационары и больницы сейчас пока основной удар на себя взяли поликлиники и амбулаторное звено ну и самая да сам последняя анастасия еще такая характерная черта омикрона который приписывают ему да и вроде как это действительно так очень не очень как бы чаще его стали выявлять среди детей что в беларуси среди заболеваемости среди заболеваемости среди детей да абсолютно верно еще одна из черт нынешней волны это то что болеют дети болеет массово болеют целыми классами группами с температурой ну то есть так в общем массово и что касается детей есть такая мировая статистика что у них коронавирус может протекать достаточно тяжело и вплоть до одной трети детей заболевших могут нуждаться в госпитализации это вот тоже одна из особенностей омикрона да анастасия спасибо вам большое за эти комментарии за ответ на вопросы анастасия пилипчик рука не руководитель а представитель фонда медицинской солидарности была в нашем прямом эфире спасибо спасибо